Привет, зритель! Гонял меня чёрт во магаз, ещё хотела прогуляться с камерой, но не сложилось. Сложились обстоятельства так, что даже в магазе мне особо не прогулялась. Но я кое-что купил, и я решила обозреть. Вот сейчас обозрю и буду доставать ёлочку. Ну вообще я её тупо достану, разбирать я её буду не сегодня, потому что у меня как бы и холодильник размораживается, ещё куча дел надо сделать, просто надо её достать, чтобы туда, ну как бы не прыгать дважды в одно место, а достал, и чтобы уже завтра знать, что её можно, допустим, собрать или как-то так. Короче, была я ваша. Там чё-то сейчас типа скифки. Вот это можно сейчас тебе купить за 12 с хвостиком. Я чё-то так взяла и купила, думаю, чё бы нет. Молоко есть, и вообще заметила, что жирное молоко, если прокипятить, не поверите, я хочу земнуть. Попытаюсь не земнуть. В общем, если жирное молоко прокипятить, оно вполне себе съедобное. Оно намного вкуснее, чем некипячёное супер жирное молоко от фермерской коровы. И его можно, по идее, подогреть и с хлопушками захомячить. У меня как бы есть эти ватные диски, но чё-то я подумала, я тут иду ватные диски. Ну чё бы не купить одну упаковку, чтобы у меня было про запас, как бы на случай того, что если вдруг закончится. К тому же у меня одна упаковка заканчивается, одна про запас, ещё одна маленькая купленная. И в общем, 34 рубля она, по-моему, даже без копеек, хотя сейчас глянем. Диски ватные, вы где? Ровно 34 рубля, не поверите, обычно с копейками. Вроде 33 раньше были с копейками, но сейчас ровно 34. 120 штук ватные диски. Каждый день, практически постоянно их беру. Ещё я увидела по скидке масло, которое я как-то уже брала, оно мне очень понравилось, а я уже приняла для себя решение, что если какой-то продукт нравится, то лучше не экономить и купить такой продукт, который нравится. Как-то оно будет выгоднее. Ну и у меня как бы есть подсолнечное сейчас масло, но я что-то увидела. 74 рубля с копейками оно было. Последний раз я его, первый и последний раз я его покупала за 69 с копейками. Всё-таки я сейчас люблю. В этом же Ашаня. В общем, масло рафинированное, оливковое с этим самым, с обычным, 74 рубля 90 копеек. Грубо говоря, 75. Вот. Как она? Да, Альтера. В общем, мне ещё моя родня сказала, что нормальное масло это слабода, кальция и Альтера. Вот Альтера. Ну ещё нормальное масло, в принципе, каждый день. Вот это, которое подсолнечное, я купила. Бывает масло такое, что вот грибами какими-то отдаёт. Или вообще есть невозможно. А тут нормальное такое масло. В общем, вот. Если у вас в городе есть Ашан или Атака, или типа того, то рвите свои задницы туда и покупайте вот это масло. Пока оно по скидке. Я, наверное, группа слегка сказала. Ну, поднимайте свои жирные жопы. Тощие жопы. Короче, это... Если вы любите такое масло, то идите вот так. Ещё я себе купила хиабураси. Вообще, хиабураси. Вообще, именно за хиабураси я туда и ехала. У меня моя хиабураси, которую мне задарила одна моя знакомая летом, фаберликовского производства. Приказала долго жить, уже месяц, как приказала. Но я всё ещё пыталась ею пользоваться. Другая маленькая, очень маленькая. Она тоже слегка такая полужевая. И вот нигде нету этой хиабураси. Никто не дарит. Нигде не купить. Только в Атаке я как-то видела. Но что-то она мне такой огромной показалась. А ещё до того, как знакомая подарила ту хиабураси от фаберлик. Но в итоге я всё-таки купила себе эту хиабураси. Хиабураси. Всем бросим пакетики. Значит, ну, обычно такой пакетик. Может, что-нибудь в него положить можно. Может, куда-нибудь пригодится. Тут вот у нас что на ней написано. Девал Бьюти. Для профессионалов. Девал Ру. Деревянная она. Это фигня, оказывается, пластиковая. Я думала, это фигня, как её там. Ну, в смысле. Короче, не пластиковая, а бумажная. Короче, вот эту фигню мне придётся от этой, от деревянной хиабураси отстригать. Ибо она не сниматься, блин. Не сниматься, ни хрена. Вот так захочешь эту хиабураси в Ашане скоммунизить, да? Ну, вдруг кто решит. У меня просто была одна знакомая, которая всё коммунизила. Не только у меня, но ещё и в магазинах. Ну, как бы считала это типа болезнью и сама себя оправдывала. И вот она не сможет это скоммунизить или кто-нибудь типа неё. Сейчас скажу, по чём я хиабураси. 147 рублей 40 копеек. Даже называется она у нас щётка Девал Бьюти. Вот она. Деревянненькие штучки. Такая же прорезивленная хреновина. Что тебе, хорошая деревянная щётка. Счастье есть. Кайф-то какой. Я уж думала на Азоне заказывать. Ну, короче, вот. Есть у меня теперь хиабураси. Я, в принципе, ехала за ней ещё за яйцами. Думаю, глянь, почём там яйца, если они свежие и при этом прилично. Ну, как бы не сильно дорого стоит, чтобы не купить. У меня как бы есть ещё два яйца от деревенских кур домашних. Но как-то надо ещё яиц. Куриных. В общем, вот, я как-то покупала у них только там, это бывает ещё по шесть штучек. Каждый день куриные яйца, яйца куриные первой категории. 22 декабря сортировки. Мне ещё моя сегодня тётя сказала, что 22 декабря, это когда их присобачили, а не когда их высидели. Первая категория. 10 штук. Не могу сейчас не выдув, что ж такое-то. Хотя я вроде уже тут даже масло апельсиновое на руку капала, потому что у меня кое-кто снова стал что-то тут поддёрывать. Насики, вы там говорите, как теточку ему купить. Он не будет съедать, как теточку, потому что он берёт эти обои, когда думает, что ему хочется жрать и что у него якобы нет еды. А еда у него есть, ну, по большей части. Ему бы лучше было бы, допустим, подойти хозяин и сказать, мяу! Да, Насики, я вас читаю. Иногда. Это яйца куриные. В общем, 56 рублей 50 капеек. Вот он. Одно слегка раздолбанное. Ну, я как раз собираюсь сейчас это делать. Но оно не то, чтобы раздолбанное. У него кусочек этой скорлупки отсобачен, там такая плёночка яичная. Мне, короче, надо пару яиц или одно яйцо в этот... Не сейчас я, конечно, буду делать, но сегодня. Эти самые блины. В общем, вот наши тут яйца. Не помню, как они на Япе. Вот хиагураси помню. Ещё я купил себе, там тупо оно было по скидке дешевле, чем я в Магните первый раз покупала. Единственное, и свеженькое. Сколько оно вообще тут стоит? Магните я что-то за 70 с чем-то покупала. Так, где оно у нас? Кукурузные палки 12,80, кстати. Майка пакет зелёная 3 рубля. Вот, тесто для пенейни 360 грамм 48 рублей 70 копеек. Оно у них типа пошло по скидке. И 21-го, 12-го создана. Не, я сегодня их делать не буду. Я их беру, у меня так как холодильник размораживается, вот беру пока на балкон. Но на днях я думаю сделать себе вот перемешек, потому что теперь я знаю, что их надо прослаивать, когда ложишь в эту самую морозилку на подносик или куда-то там обсыпать их мукой. И, короче, как-то там их перекладывать. Теперь я в курсе. Благодаря тёте и благодаря Каменнам я вообще как-то вспомнила, как это делается. Хотя вот, а нет, тут другая картинка какая-то. Тут только что водой промаслить и всё. Про то, что это как-то... Ну, видимо, тут сделано до тех, что засвоял и сразу пожрать сварил. Тестов. Короче, хороший состав вообще отлично, будто бы сам делал. Уберу пока вот этот. На балкон у меня там минус 7 градусов. Я купила себе Аленку. На кой хрен купила, не знаю. Она была по скидке. Аленка молочный, пористый шоколад. Я вообще хотела другую шоколадку. Там много всяких шоколадок по скидке. Милкини, Милкини, Дав и прочее. Аленка почём у нас кайф на рынке? 39 рублей без копеек даже. Вот. Тут у нас 95 грамм нормальный состав. Сделано 29 октября. Да что ж такое-то, блин, а? И сколько у неё срок жизни? 12 месяцев. Вот Аленка. Аленка пористая. Там вообще и другие Аленки есть. Ещё увидела какую-то хрень. Вот что-то взяла и купила. Чисто потому, что там вот аромат какой-то такой, который мне в Эфраше нравится иногда. Способ применения нанести. Средство на влажную кожу или волосы тщательно спяните. У меня как бы есть уже шампунь от Эйвона. Я наконец-то у Женьки забрала свой заказ этот. Два в одном, лотос и базилик, который мне такой же ещё дарила. Лёлька из Тюмени. Тут 75 миллилитров, 12 месяцев после скрытия. Космия. Я так поняла, что это какая-то марка Ашана. Тут там уже даже написано Ашан. И два в одном. Видимо, это шампунь и гель. А, да, вот Маной. Масло Маной. Я завтра его заюзаю. Так, а что... Я думала, он вот так открывается, а оно откручивается. Открути меня. Вкусно пахнет. В общем, завтра заюзаю. Может, даже и на то, и на другое. И вот он был чё-то, и у них все они какие-то по 60, по 70, хз. Вот малюсенькая такая охренюшка. Как-то это прилично стоит. Я думала, Ашановская фигнюшка. Почему так дорого стоит? А тут смотрю, она внезапно 17.50 была. Я взяла и купила. Ну, чё бы нет. Надо же себя как-то порадовать. Вообще не поверите. Пришла монетка. Спасибо, что вы смотрите рекламу в моих роликах. Те, кто её смотрит. Те, кто не смотрит, вам не спасибо. Вы вот такие. Ну, это вообще по собственному желанию, конечно. Но, так как я люблю своих зрителей, то у меня реклама в АСМР, допустим, только молчаливая. А АСМР у меня прилично. Нагадали. Ну, короче говоря, получила Лёля монетку в кои-то веки. Эти 100 долларов, наконец-то, за 10 месяцев пришли ко мне. За 10 месяцев накапали эти 100 долларов. И Лёля вроде как есть монетка. Думаю, чё бы купить себе такого себя порадовать. Частично я купила то, что как бы надо. Частично, видимо, типа баловства. И увидела я конфеты с марципаном, и меня задушила жаба. Я так подумала, вот куплю конфеты, а вдруг мне кто их подарит, а мне, ну, подобные конфеты. Мне придётся жрать и те, и другие. Думаю, вот Новый год пройдётся, и никто не подарит, тогда куплю себе такие конфеты. Сказала своей тёте, я говорю, вот, прикинь, жаба задушила на конфеты, при том, что деньги есть. Она говорит, ну, потом купишь. Я вообще на себя офигела, короче. Нет, у нас ещё что-то осталось, нет. А, да, масло эфирное. У меня тут апельсиновое масло так заканчивается прилично. Ну, и я с котом им борюсь, и вот это, в основе в аромалампу фигачу. И вот я купила себе ещё одно апельсиновое масло. Я его в прошлый раз тогда видела, но я сазона заказала. Поэтому как-то, ну, обзи. Типа марка. Обзи, обзихозе. Апельсин, эфирное масло, ароматы природы, 10 миллилитров. И кето, ну, совсем копейки стоило. Хотя иногда в аптеке за эти же деньги можно найти. 42 рубля 50 копеек. В общем, когда она создана, я что-то не нашла. Но так как мне позвонили уже на тот, до того момента уже, на тот момент уже позвонили и сказали в темпе вальса там, пилить сюда. То я как-то уже ввела, так и ввела. Так, сейчас мы его взглянем. Может там где-то просто написано. Внутрях. А, да, вот внутрях. Ноября 18-го года оно создано. Состав натуральное, эфирное масло, апельсина. 24 месяца срок жизни. Ароматы природы. Ну, потом скажу, короче, как оно в действии. Там было такое чисто, ну, разбояженная водичка, слегка ароматизированная под видом эфирного масла. Не помню название, как-то радуга, нет, не радуга ароматов, что-то такое. Ну, чисто ашановская, вот в Ашане это видела, я пару раз еще в фикс прайсе. Я уже на них накалывалась, я знаю, что это тупо ароматическая водичка, тупо для какой-нибудь бани, это не эфирное масло, хоть и написано. Короче, дерьмо. И оно местами дороже, местами дешевле, местами по скидке. Можно даже за 27 рублей это урвать. Короче, я увидела, вспомнила, что я такое говно уже покупала, и оно говно. И купила только вот это. О, очередное. Эфирное масло, пиписина. А, и походу все, вот этот пакет. Мне как раз надо пакет, потому что мне надо кое-что достать из ящика, положить это в пакет, вынести на балкон между стеной и шкафом. Стеной дома и шкафом. И в этот ящик засунуть то, что я пока не могу разобрать, потому что, ну, как-то руки не доходят. Ну, чтобы это что-то не мозолило глаза. Это что-то, это вот несколько таких пачек бумаги, там, распечатки какие-то еще времен кулька и педа, в основе педа. Какие-то книжки распечатанные в распечатках, еще что-то, какие-то письма, открытки, куча всякой требований. И какие-то мои черновики, местами даже нотные. В общем, вот такой у меня обзор покупачек еды, и не совсем еды. Всем новогоднего настроения, если оно у вас не есть. Если есть, то пусть еще продолжается. Всем спасибо, кто изделил, я даже кольцо Адела. Правда, на этот, на средний палец, ну, оно сваливается. Значит, будет на большом, временном. Для видео, специальное дело кольцо от Мастезрецкой. Это бижутерия гребанная, ну, какое досталось вообще, я серебро доставала, но оно попалось раньше, чем серебро. Всем пока! За пока бьют пока и ломают кости.